И вы знаете, почему действительно к Господу восходит вот это благоухание Фимиам, когда мы поклоняемся Ему? Потому что во время нашего поклонения мы приносим Ему плод нашей любви, плод нашего смирения, плод нашего благоговения, и это так приятно Господу. Слава Ему за это, потому что в первую очередь Он нас наполняет этими всеми дарами. И сегодня хочется поговорить об одном из очень важных качеств, которым призывает нас Господь. Это смирение. В Матфея 11, 29 сам Господь Иисус сказал следующее. Он призвал Своих учеников, говоря им, возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Хочу пояснить вам, что такое Иго. Иго — это владычество. Иго — это царство. Это господство. То есть Иисус предлагает нам взять Его господство, Его владычество, принять Его на Себя. И Он говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Почему? Потому что Он принял на Себя Иго Отца. В исполнении Его воли. Он сказал, все, что вы видели, что Я делал, это делал Отец. Он всецело был смирен и кроток пред Отцом. И вот смирение — это прямая противоположность гордости. Его нетрудно понять, это состояние, что оно представляет собой смирение, правда? Но вот исполнить Его нелегко. И как сказал с иронией один из поэтов, смирение добиться труднее всего. Ведь желание хорошо думать о себе умирает последним. И лишь откровение о величии Бога, оно смиряет человека. И мы имеем несколько таких примеров в Священном Писании. Мы знаем, как пророк Исайя, когда увидел славу Божью, он просто в ужасе закричал. Я не буду сейчас подражать его эмоциям. Но он сказал, горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Это записано в Исайе 6, 5. Мы с вами знаем, что пророки — это люди Божьи, их так всегда называли. И когда он встретился с Господом, он увидел, насколько свят Господь. И как мы выглядим пред Его лицом. Так же познал и апостол Иоанн, когда был на острове Патмос. Апостол Джон понял, что когда он просто замертво упал, когда увидел славу Иисуса Христа, мы знаем, как фарисей Савл, после того, как он встретился с Господом, он просто потерял зрение, он ослеп. И мы знаем, что впоследствии он стал великим апостолом Павлом. То есть, жизнь верующего будет соответствовать его представлению о Боге. А чтобы иметь эти представления, нужно иметь с Ним отношения. Давид воспевал о величии Бога в творении Божьем. И так он говорит в своем Псалме 18, 2-3. Небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук Его вещает твердь. День в дню передает речь, и ночь в ночи открывает знания. Все псалмопевцы, которые записаны в Священном Писании, они всегда видели отражение вот этой вечной славы Божества. И оно их всегда восхищало и смиряло. И вот еще в своем Псалме 8, 2-10, Давид также воспевает величие Бога в Его творении. В заботе о нуждах человека. И он просто не может удержаться от вопроса. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его. И сын человеческий, что Ты посещаешь его. Он сравнил вот это величие всего творения и с человеком, который по отношению ко всему выглядит просто пылинкой. Но сегодня хотелось бы Давиду ответить, как сегодня пастор наша сказала, что мы есть слава Божья. Аллилуйя. Если мы понимаем, что Бог держит необъятный для нас мир, Он держит его в ладони, словно пылинку. И все народы пред Ним, словно капля из ведра воды. Это нас, конечно же, смиряет и заставляет преклонить пред Ним наши колени. Еще одно обстоятельство становится очень важным для нас. Также в размышлении о творении. Потому что мы абсолютно зависимы от Бога. Эту зависимость очень хорошо воспевает Давид, опять же, в 103-м псалме. Псалом 103, 27-31. Все они Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу, их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Вскроешь лицо Твое, мятутся. Отнимешь дух их, умирают. И в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются. И Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах Своих. Бог многократно призывает человека смириться пред Ним. И вот некоторые из примеров Его призыва. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души вашим. Это постановление вечное. Мы знаем, что деятельная человеческая натура, которая всегда стремится улучшить свой быт, порой не хочет идти на поклонение к Богу, а заняться какой-то работой. Но Бог призывает к тому, чтобы мы смиряли себя в день субботний. Чтобы мы уклонялись от повседневных забот. Чтобы мы прислушивались к Слову Божьему. О, человек, сказано Тебе, что добро и чего требует от Тебя Господь. Действовать справедливо. Любить дела милосердия. И смиренно, мудро ходить пред Богом Твоим. Это записано в Михея 6, 8. То есть Господь призывает нас через пророка наполнить смирением все сферы нашей жизни. В первую очередь взаимоотношения с Богом и с людьми. Смиренный человек доверяет Богу устройство своей судьбы. И приемлет все, что получает от Господа. Даже если ситуация бывает и незавидной в тот момент. Как записано в 1 Петра 5, 6. Смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас в свое время. То есть требование Божье о смирении это абсолютно не унижение человека. Но его настоятельная просьба занять правильную позицию пред Богом. Мы знаем, если человек трепещет пред земным владыкой, насколько же больше он должен трепетать пред небесным. И для истинного христианина нет никого дороже, кроме Христа. Поэтому он стремится подражать ему в словах и в делах. И главное дело, которым у нас призывает Господь, это научиться у Него смирению. И мы знаем, что Иисус наглядным образом показывал Своим ученикам, что есть смирение. Он учил их. Он ставил пред ними дитя и указывая на Него говорил. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Это Лука 9, 48. Мы знаем, что на Тайной Вечере Иисус припоясался полотенцем. Влил воду в умывальницу и изумленным ученикам омывал ноги. А потом Он сказал им, Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример. Чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Это записано у Иоанна 13, 14, 15. Но мы знаем, что самое великое смирение, которое мы вообще видим во всей жизни Иисуса Христа, это Его искупительный подвиг. Когда Он умер на искупительном, на позорном кресте, простите. Вместо каждого из нас. Вместо грешников. И самый выразительный текст о смирении Иисуса. Мы находим с вами во второй главе послание к филиппийцам. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2, 5, 9. Хочу обратить ваше внимание, сказано, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Что значит, не почитал хищением быть равным Богу? Мы знаем, что хищение это незаконное присвоение того, что тебе не принадлежит. Значит, Иисус по праву получил от Отца Небесного. И Он стал равным Ему. Слава Господу! Как было сказано вначале, гордость — это прямая противоположность смирению. Как я сказал ранее, хамбленность мы знаем, что гордыня превратила славного Херувьева в Сатану. Она же делает человека подобным Сатане. Все зло происходит от гордости сердца. Поэтому в борьбе за взращивание смирения с этим сорняком нужно нещадно бороться. И здесь нам, конечно, нужно обличение. Обличал, мы знаем, Сам Господь Иисус. Обличали апостолы. Обличали пророки. И при этом отношение к обличению, оно должно быть позитивным. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Провозглашает Давид в Псалме 104. По своей сути смирения самое главное — добродетель, которая придает ценность всем остальным. Трудно найти еще какое-либо качество характера, которое столь много значит для каждого из нас. Смирение, оно обогащает человека общением с Богом. Исайя 57, 15. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий. Святое имя Его. Я живу на высоте небес. И во святилище. И также сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных. И оживлять сердца сокрушенных. Смирение обогащает спасением в бедах. Близок Господь к сокрушенным сердцем. И смиренных духом спасает. И спасает Солом 33, 19. Обогащает благодатью. Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать. Притча 3, 34. Обогащает ответами на молитвы. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле. Псалом 9, 38, 39. Обогащает мудростью. Придет гордость. Придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Притча 11, 2. Смирение обогащает славой. Предпадением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. Притча 18, 3. Обогащает необходимыми материальными благами. Послушайте, насколько смирение это великое качество, через которое Господь усматривает все сферы нашей жизни. За смирением следует страх Господень. Страх Господень это вообще отдельная тема. Это мудрость. Это ее начало, это сама мудрость, это венец мудрости. Богатство и слава и жизнь. Это притча 22, 4. Притча 22, 4. Обогащает возвышением. Смиренных возвышает Господь. А нечестивых унижает до земли. Это Псалом 146, 6. Обогащает утешением. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Второе послание Коринфлянам, 7, 6. Смирение обогащает человека почитанием. Призрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. Так прогласила Мария. Родством с Иисусом. Нам заведомо заповедано уподобиться Христу только в смирении. Возьмите иго моё на себя. И научитесь от меня. Ибо я кроток и смирён сердцем. И найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо. И бремя моё легко. Это Матфей, 11, 28, 30. Именно в этой сфере мы можем наиболее быть близкими Господу. Также это единство с Церковью. И секрет этого влияния, оно находится в самой сути смирения. Смирение превозносит не свои достоинства, не достоинства самого человека. Оно превозносит достоинства других. Так было и у Павла. Он сказал, я уничижал себя, чтобы возвысить вас. Это 2 Коринфянам, 11, 7. Смирение, оно всегда озабочено другим. Поэтому оно всегда внимательно выслушает собеседника. Оно без огорчения принимает критику. Не идёт на конфликт. Легко прощает виновных. Не отталкивает от себя невзрачных людей. И несёт их бремена. Оно радуется, когда другие получают благословение вместо Него. И смирение, как было отмечено вначале, это есть согласие с Богом относительно того, какими путями Он ведёт. То есть, это согласие с Его волей. Не всегда это согласие нам даётся с вами легко. И неоценимую помощь в обретении смирения всё-таки оказывает молитва. Смирял себя в молитве наш Господь Иисус. Когда Его безгрешная натура, она трепетала пред необходимостью понести на Себе грехи мира. Но Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами произнёс молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. И услышан был за Своё благоговение. Это Евреям 5.7. И центральным событием гефсиманской молитвы было прошение об исполнении воли Отца Небесного. То есть самоотречение Спасителя и было проявлением глубокого смирения. Которое Он достиг в молитве. И ещё хочется сказать, что, знаете, как-то для меня молитва Отче Наш, она открылась немножко пошире. Если вы помните всё, о чём было сказано выше, то молитва Отче Наш, она включает в себя всё это. Когда к Иисусу подошёл один из Его учеников и попросил Его научить молиться, Он сказал ученикам, когда молитесь, говорите, Отче Наш Сущий на Небесах, то есть признавая Его Своим Отцом, мы осознаём, что мы являемся детьми. смиренные и послушные своему родителю. К чему и призывает нас Господь умолиться, как дети. Да святится имя Твоё. Да придет Царствие Твоё. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть мы призываем Его тотальное владычество и господство в нашу жизнь. Другими словами, мы берём с Вами Его иго на себя и признаём Его благом и далее хлеб наш насущный дай нам на сей день. То есть мы с Вами в этом признаём полную нашу зависимость от Отца и осознаём с Вами, что всё, что мы сегодня имеем, мы получаем от Него. И в этом же проявляется наше с Вами смирение. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И здесь мы проявляем наше смирение в осознании того, что мы всегда в долгу перед нашим Отцом. И в этом осознании мы проявляем смирение перед нашими братьями и сестрами прощая им их долги в отношении нас. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и Сила и Слава вовеки. И так заканчивается молитва провозглашением и признанием Царства. Силы и Славы Бога. И без Его помощи человек не в силах устоять против искушения и избавиться от лукавого. И когда мы с вами всё это осознаём, мы проявляем своё тотальное смирение пред нашим любящим Отцом. Пред Господом Иисусом Христом и Святым Духом. И в итоге молитвы Отче наш мы говорим «Аминь». Что значит принимаем, соглашаемся и утверждаем наше смирение пред Богом и пред людьми. Будьте благословены. Богом . Субтитры подогнал «Симон»